МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Национальном театре прошла торжественная церемония закрытия Года народной сплоченности в Туве. В этот вечер глава республики Володислав Хавлых наградил всех, кто принимал активное участие в помощи участникам СВО и их семьям. За 2023 год в Туве прошли сотни мероприятий разного уровня, посвященных году народной сплоченности. Это массовые культурные и спортивные мероприятия, национальные, религиозные и трудовые праздники, конкурсы, масштабные фестивали, акции, конференции, отраслевые форумы и другие. Для подведения итогов прошлого года, прошедшего под эгидой Года народной сплоченности, в стенах Национального театра собрались те, кто не только словом, но и делами поддерживает доблестных воинов Тувы и их семьи. Тех, кто поддержал решение верховного главнокомандующего страны и национального лидера Владимира Путина в отстаивании интересов России. Кто своим трудом носит личный вклад в развитие экономики и социальной сферы Тувы. Это отметил в своей речи глава Тувы Владислав Хавалык. Активисты, волонтёры, просто жители республики, старшие поколения, молодёжь и школьники, считают своим высоким долгом, оказывая помощь военнослужащим их семьям, поддерживших жителей новых регионов России. Активисты проекта Народного фонда, Народные полки, стали инициаторами летения Москвы-Росенциклей, которые спасают жизни воинов. Тувинские мастерицы изготавливают тёплые вещи. Сельхоз предприятия «Земля надежды» обеспечила семьи воинов в Катофе. Свою уникальную продукцию отправляют на фронт монгольдовийцы. Общим усилием мы собрали самый большой автополон в рамках акций «Автопоезд» для передачи участников СВО. Сплочённость жителей Тувы замечена в самых разных сферах. Например, в Туране благодаря местным жителям открылся парк имени первых русских переселенцев. Там же был организован первый фестиваль казачьей песни и культуры «Казачья станица Туран». Большой вклад в строительство и открытие буддийского монастыря Туптеншедруплинг внесли активисты буддийских общин, художники и реставраторы не только Тувы, но и других регионов страны. Дорогие друзья, стенд нашей республики на грандиозном выставке «Россия» не случайно называется «Тува – земля живых традиций». Наша республика – это яркий пример того, что Россия объединяет в себе культуру многих народов, каждый из которых имеет свои возможности для развития. В этом году мы отмечаем в 80-летие добровольное проведение ТНР в состав Российской Федерации. Эта важная историческая дата дает нам еще одну возможность отсидеть наследие нашего старшего поколения и передать нашим детям такие базовые ценности, как сплоченность, уважение и взаимокурочка. В заключении хочу сказать, год народной сплоченности завершился, но задача всеми силами укреплять наше единство, объединять усилия, достижение самых высоких целей остается актуальным и сегодня, и завтра. После официальной части состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Тувы. Владислав Хавалык почетными грамотами, благодарностями и медалями отметил тех, кто внес большой вклад в оказание и помощи участникам СВО. За активную гражданскую позицию и участие в благотворительных акциях по оказанию помощи участникам специальной военной операции государственную награду получила Наталья Андар, директор благотворительного фонда. Сегодня мы безмерно благодарны правительству Владиславу Товарища Таевичу за такую высокую награду. Это работа полностью нашего фонда, всего народа. Нам очень приятно, что оценили так высоко нашу работу. Впредь мы также будем служить Отечеству, народу. За активное участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО, в частности заплетение маскировочных сетей, награду получила Александра Шагирова. Я очень рада. Хочу выразить благодарность нашему главе Владиславу Товарища Таевичу за огромную оценку высокого нашего труда и также за огромную помощь его в реализации проекта Народного полка. Также я хочу выразить благодарность Народному фронту за создание этого проекта. Это был огромный труд. Спасибо ей большое. И еще я хочу выразить благодарность Галины Альцельной-Сюрюн за предоставленную помощь в здании своем, в помещении. И сейчас в этом здании мы обучаем всех волонтеров Республики ТТВ и Народного полка. Глава ТВ подчеркнул, что нужно вместе стремиться к лучшему будущему, основанному на уважении, толерантности и сотрудничестве. Одной из задач на 2024 год остается объединение народов, проживающих на территории Республики во имя общей победы. Инна Клаян, Буянаюн, Даршусад, телеканал ТУВА-24. 19 января глава ТУВы Владислав Хавылых в Национальном театре выступил с ежегодным посланием Верховному хруалу. Руководитель региона подвел итоги прошедшего года, озвучил положение дела в Республике и обозначил предстоящие задачи на текущий год. Одной из затронутых тем стала поддержка участников СВО. Какая работа будет вестись у нас в Республике по данному направлению, смотрите у нас в сюжете. Напомним, 2023 год в Республике был объявлен Годом народной сплочённости. Жители ТУВы продемонстрировали единство и сплочённость, несмотря на национальность и вероисповедание. Пока наши военнослужащие отважно борются в зоне специальной военной операции с самого её начала, неравнодушные земляки на малой родине не сидят сложа руки. Помогают всем возможным, чтобы приблизить нас к общей победе. Важные аспекты по этому направлению глава ТУВы вновь обозначил на ежегодном послании Верховному Хуралу. Как говорится, один в поле не воин. Год народной сплочённости в ТУВе показал прекрасные примеры единения общества в борьбе с новыми вызовами времени. Особенно ярко проявил и сплочённость жителей ТУВы в активной помощи участникам специальной военной операции «Их семья». ТУВа отправила на фронт самую большую в стране автоколонну – более 40 автомобилей. И эта цифра продолжает расти. Активность земляков вызывает большое уважение, как и крепко плечо наших предпринимателей, крупных бизнес-структур. Никто не остался в стороне, в том числе и волонтёры республики. С самого начала спецоперации они помогали и помогают в решении бытовых вопросов семей воинов, а также в отправке гуманитарного груза. Особые слова благодарности хочу сказать нашему большому отряду общественников и волонтёров, которые помогали фронту, нашим ветеранам, пожилым людям, сопровождали большие мероприятия. Ваша активная гражданская позиция, подлинный патриотизм являются крепким фундаментом развития республики и всей страны. Одним из важных вопросов, затронутых главой, стала тема трудоустройства демобилизованных участников специальной военной операции. На территории республики ударными темпами возводятся всё новые здания образовательных учреждений. В этой связи поднимается вопрос кадрового дефицита среди преподавательского состава. Правительство школ идёт активными темпами, но они без педагогов всего лишь здания. Нам необходимо ответственно и оперативно провести работу по комплектованию педагогических коллективов построенной школы, привлекая в том числе демобилизованных участников СВО. Для проведения единой кадры политики в отношении руководителей образовательных организаций следует наделить Министерство образования полномочиями по проведению аттестаций, руководить школу республики и выдача согласований на назначение на эти должности. Власти ТУВИ сформировали большой пакет мер социальной помощи военнослужащим и их семьям. Сейчас разрабатывается ещё одна – это льготная цена на приобретение квартир в новых жилых комплексах. Застройщики уже подтвердили свою готовность поддержать наших защитников. Сейчас изучается вопрос о возможности объединения всех мер поддержки в единый республиканский закон. Подытожил Владислав Ховалых. Орлана Байдуду, Ржуссад, телеканал ТУВА-24. В Следственном управлении Следственного комитета России по ТУВЕ представили результаты своей работы за прошедший год, подчеркнув важные достижения и рассказав о ключевых событиях в сфере правопорядка. На заседании присутствовали сами правоохранители, а также глава ТУВЫ Владислав Ховалых. Региональный Следственный комитет отметил высокий уровень раскрытия преступлений в 2023 году. Работа комитета способствовала разоблачению организованных преступных групп и расследованию серьёзных преступлений, таких как убийство, коррупция, терроризм. Также проводилась работа по защите прав человека. В целом за 2023 год на территории республики уровень преступности сократился на 15,8%. При этом ловчая раскрываемость преступлений составила 67%, что выше 2022 года. Вместе количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений возросло еще на 2%. По словам руководителя регионального следкома, возросло количество зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Из них раскрыто 97% преступлений. Рост наблюдается в Пихемском, Тесхемском, Эрзинском, Барухемчикском и Улухемском районах, что на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году следователям следственного управления расследовано 505 преступлений, из которых 26 преступлений прошлых лет. В том числе 372 тяжких и особо тяжких преступлений, что составило из числа расследований 73%. Из них расследовано 92 убийства. Это 24,7% из числа тяжких и особо тяжких преступлений. 33 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. 111 уголовных дел предусмотрены в статье 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отмечена и роль эффективного межведомственного взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений прошлых лет. Так, за 2023 год окончено производство 26 таких уголовных дел. В результате грамотно организованной и слаженной работы в взаимодействии с управлением уголовного розыском ВДП Республики и экспертными учреждениями, следственным управлением раскрыто и расследовано преступление 25-летней давности, что тут девушек, имевшее место в сентябре 1998 года в село Болгазин Тангинского района. Глава ТВИ Владислав Хавалыка отметил, что в рейтинге преступности в России за 2023 год ТУВАС 80-го места поднялась на 58-е, что говорит о снижении правонарушений почти на 3 тысячи. У вас сложился коллектив профессионалов, нацеленный на обеспечение законности правопорядка. Я спасибо всем за вашу великость, но такой нужный был для жителей ТУВЫ. Важная часть нашей совместной работы – снижение риска в сфере коррупционных преступлений. Следственный комитет акцентировал внимание на защите прав человека. Активное участие в расследовании случаев нарушений прав граждан, включая дискриминацию и насилие, стало важным компонентом деятельности комитета. На мой взгляд, совместная деятельность принесла значимый вклад в укрепление законности. Вкратце обозначу позитивные изменения при производстве предварительного следствия, которому удалось добиться момента, на которые, на наш взгляд, необходимо заострить внимание. Как уже отметил Константин Владимирович, снизилось доля до 53% уголовного дела, оконченного с нарушенным сроком. Вместе с тем, указанный показатель все же остается высоким. Комитет внедрял инновационные методы и технологии в свою работу, что повышает эффективность расследований и обеспечивает быстрый доступ к информации. Правоохранители подчеркнули готовность продолжать борьбу за правосудие и безопасность и в дальнейшем. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Софья Сая, телеканал Тува-24. Животноводство – одна из важнейших отраслей экономики Тувы. Поэтому прохождение безопасной зимовки скота – одна из ключевых задач регионального правительства. Как обстоят дела с резервом грубых кормов и как проходит зимовка скота в Зунхемическом районе, узнавала наша съемочная группа. Зима – всегда ответственный сезон, серьезная проверка для животноводов. Одним из основных мероприятий для успешной зимовки является создание достаточного запаса кормов. С этой целью сельскохозяйственники с лета начинают подготовку кормов. Также со стороны республиканских и муниципальных властей создается база для поддержки животноводов в трудный период. В прошлом году во время подготовительных работ в районах республики были созданы муниципальные запасы кормов. С учетом сложной зимовки прошлого года глава ТУВ поручил мобилизовать все силы и средства для стабильного прохождения зимовки скота. Также имеется и республиканский резерв, откуда выделяются корма районам, где зимовка проходит в сложных погодных условиях. Например, по отдаленным районам, как Июрский район, как Миндагинский район, мы устанавливаем отпускные стены за один тюк рулона за 2000 рублей. Они мы выделяем, а потом они муниципальные районы добавляют наценку, на транспортировку, только на транспортировку. И поступленные средства от реализации этих резервов мы на эти средства заново закупаем с тех хозяйств в соседних регионах. Закупаем и создаем секретную работу по созданию неснижаемого запаса. Помимо этого, ветеринарные врачи объезжают зимние стоянки в муниципальных образованиях. В первую очередь осматривают общее состояние животных. Если есть потребность в организации ветеринарных процедур, принимаются все необходимые меры. Также при необходимости выделения финансовых средств на ветеринарные процедуры, специалисты предоставляют информацию правительству республики для дальнейшего рассмотрения. В Дзунхемчикском районе насчитывается 320 чабанских стоянок. Местным управлением сельского хозяйства еженедельно организовываются выезды на чабанские стоянки совместно с зоотехниками и ветеринарами. Всего осенью прошлого года в районе было заготовлено свыше 25 тысяч тонн грубых кормов. На данный момент половина кормов израсходована. Остаток кормов в муниципальном резерве составляет 120 рулонов. Как отметил начальник местного сельхозуправления, этих 120 рулонов сена хватит до апреля. Далее животные выпускаются на свободный выпас и будут самостоятельно добывать пищу. А пока от качества и количества заготовленного корма зависит не только успешная зимовка, но и состояние сельхозживотных. Многие жители республики замечают, как благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды за последние годы меняются общественные пространства. Будь то столица Тувы или отдельный муниципалитет. Программа реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил о продлении до 2030 года Всероссийского конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среды. В Чадане установлена центральная городская йога и залит большой каток, а вечером зажигается праздничная иллюминация. Считается, что новогодняя ель на новой площади самая нарядная и богатая. На ней висят огромные шары и гирлянды. Каток облюбовала местная детвора. Вечерами здесь катаются на коньках и взрослые. Проект был реализован на сумму более 7 миллионов рублей, где в проекте включены следующие виды работ. Озеленение, установка скамеек. Также было проведено освещение и асфальтирование передней площадки универмага «Юбилейный». Новое общественное пространство появилось благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жильё и городская среда». Немаловажно, что местные жители активно участвуют в голосовании и таким образом влияют на процесс преобразования городской среды и выражают своё мнение по предлагаемым изменениям. Проект реконструкции площади центрального города Чадана стал победителем 2022 года. За объект проголосовали порядка 3000 активных и неравнодушных чаданцев. Раньше вот таких проектов не было. Хорошо, что появились такие проекты, которые благоустроивают города, сёла. Ну, у нас в городе благодаря этому проекту уже обустроено, вот где мы стоим, площадка перед ДК и универмагом, уже такого масштабного, наверное, проекта у нас ещё не было, по-моему, в городе ещё. Жителям прям это очень нравится, потому что асфальтирование, вот это вот создание городской среды поднимает настроение, дух горожан. Поэтому спасибо большое, что такие проекты реализуются. Это первым делом, это удобно населению, и красочно, и современно. Все удобства, администрация и правительство стараются представить, создать население. Благоустройство площади центральной придало ухоженный вид и прилегающий к территории Дома культуры имени Мергенхирила Мангуша. Площадь оснащена уличными светильниками и полностью заасфальтирована. Появились два десятка скамеек для отдыха, урны и организованная парковка для автомобилей. Всего за последние несколько лет в Дзунхемчикском районе благоустроено семь общественных территорий. Айдана Сенденмэ, Буян Мангуш, Маргарита Мангуш, телеканал ТУВА-24, Дзунхемчикский район. Жители многоквартирных домов по улице Спортивная, поселка Хувакцы, обратились в Министерство строительства ТУВ и Фонд капитального ремонта с жалобами на состояние домов. Больше всего временем изношен дом номер 17. Мягкая кровля без накатов со временем начала пропускать осадки. 15-й дом стоит в очереди на капремонт в текущем году, а проблемный 17-й в 2025-м. Собственники квартир просят изначально отремонтировать крышу дома номер 17. За комментарием по данному поводу мы обратились в Региональный фонд капитального ремонта. Вчера, то есть во вторник, уезжала группа сотрудников, наши специалисты. Специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства строительства. И как профессионалы обследовали состояние кровли, прошлись по квартирам, потолки везде подсмотрели и согласились с предложением председателя администрации района о том, что бы поменять в этом году на 17-й дом. Решение сегодня я подписываю и краткосрочную программу вносим изменения. И передаем на согласование в правительственные. Угарный газ – невидимый враг. Обслуживание дымохода – одна из самых важных частей при эксплуатации печного оборудования. Своевременный осмотр и профилактика системы отопления позволяет быть уверенным в пожарной безопасности дымохода. Освоить новую профессию печника трубочиста можно и через центры занятости населения. О том, как это сделать и какие существуют способы очистки дымохода, разбиралась наш корреспондент. Неисправность забитых дымохода, а также неправильная эксплуатация печей – вот главная причина отравления угарным газом. Избежать несчастного случая поможет своевременная чистка дымохода. Также нередки случаи, когда из-за трещин в конструкции люди получали дозу опасного газа. Глава Тувы Владислав Ховалы на своей странице в социальных сетях отметил, что в республике с большим количеством частного сектора очень важно сделать услуги трубочистов более доступными. Поручаю профильным ведомствам проработать вопрос заключения социального контракта с готовыми освоить эту профессию людьми. Помимо этого, необходимо увеличить обходы домовладений, отапливаемых печами, проверять их исправность. В этом году также продолжим оснащать дома многодетных и малообеспеченных семей пожарными извещателями. Желающие обучиться и работать в этой сфере действительно есть. В прошлом году в рамках социального контракта по направлению открытия индивидуального предпринимательства свое дело начали пять человек, причем все в столице Тувы. Теперь они занимаются техническим обслуживанием и ремонтом печного отопления. Данные граждане были обучены Центром занятости населения в 2022 году на базе строительного техникума. И уже в начале 2023 года они прошли муниципальную комиссию и республиканскую комиссию для открытия предпринимательства социального контракта по данному направлению. В настоящее время все эти люди успешно работают. Буквально недавно публиковали пост о том, как можно таких людей найти, их контактные данные и как можно к ним обратиться. Одним из тех, кто получил новую профессию печника-трубочиста, стал Игорь Челбак. Игорь Алексеевич на учет в качестве безработного встал в 2022 году. Далее обучился и принял участие в программе «Социальный контракт». Теперь он принимает заявки от жителей. На полученные финансовые средства, а это 350 тысяч рублей, я приобрел необходимое оборудование. В том числе и специальный пылесос для чистки дымоходов и печи. Пока я работаю один. Кроме того, при необходимости я могу провести осмотр печи и сделать ремонт. Цена зависит от объема работы. Призываю всех жителей частных домов чистить дымоходы вовремя, так как наш уголь жирной марки. Центр занятости населения работу в этом направлении планирует продолжить и набрать группу, желающих для прохождения специального обучения. В дальнейшем возможно и по учениям государственной поддержки. Если будет такая необходимость, то центры занятости готовы снова набрать группу. И также по заявке отработать со строительным техником о дальнейшем обучении. Они должны обратиться в Центр занятости нового населения или в районах, или в город Кызыл. И мы сформируем группу. Квоты никакой нет. Это зависит от желания самих граждан. Если возможности воспользоваться услугой специалиста нет, то можно на первое время попробовать народные методы. В растопленную и хорошо разогретую печь добавляют около ведра картофельных очисток. Кроме того, чистить дымоход можно и с помощью снега. Самый простой метод, который мы используем при чистке дымохода у нас дома, это, скажем так, кидание снега в трубу. Очень хорошо помогает. Но также мы используем картофельные очистки, которые при сгорании образуют определенные соединения, которые, скажем так, цепляются за осевшую в дымоходе сажу и помогают ей освобождать дымоход. Ну и, конечно же, иногда мы припегаем к услугам специалистов, которые занимаются чисткой труб. Как сообщили наши съемочные группы, в рамках программы «Содействие занятости населения Тувы» обучение печников-трубочистов намерено организовать и в районах республики. С наступлением зимы уборка снега стала актуальной проблемой для многих столичных жителей. Дорожные службы регулярно осуществляют работы по уборке снега. Однако, по мнению жителей, этого недостаточно для обеспечения безопасного и комфортного движения по дорогам и прилегающим участкам. Все подробности далее. В редакцию телеканала Тува-24 не раз поступали обращения от жителей столицы по поводу уборки снега на дорогах общего пользования. По их мнению, дорожные службы вовсе не справляются с обязанностями и создают определенную угрозу как для водителей, так и для пешеходов. Горожане сетуют именно на качество чистки снега. Плохо убирают. Сыпят солью. Вон, видишь, приехал вчера с Абакана. Вся машина в соли. Надо мыть каждый раз. Колея центральной улицей как-то убирается. Чуть в сторонку отъедешь уже, конечно, колея на безопасность влияет. Хорошо, если у меня машина повыше. Я смело могу проехать. А большинство автомобилей низкие. Они все скребут. Хотелось бы, чтобы это было гораздо лучше. На некоторых участках тротуаров и пешеходных дорожек сугробы значительно затрудняют прохождение и представляют опасность для людей. Особенно для пожилых и маломобильных групп населения. Автолюбители также испытывают трудности из-за недостаточной чистоты и обледенения дорог. На разделительной полосе снег накапливается и очень неудобно перестраиваться или совершать обгоны, особенно на узких участках дорог. Очень недовольны тем, что хорошо чистят только центральную часть города. В последнее время замечаю, что возле школ такая же ситуация, нечищенные. Мешают, конечно, особенно на низкой машине. Когда передвигаешься, нижняя часть трется. Нужно, чтобы получше чистили. По мнению жителей Козыла и по результатам нашего опроса, дороги совсем не чистят. Мы решили узнать мнение у столичных властей о поступающих жалобах горожан и о текущей обстановке по очистке от снега тротуаров и проезжих частей города. У нас ежедневно для очистки снега у русских улиц выезжает больше 10-ти единиц техники и где-то 70 рабочих. И у нас производится механическая уборка снега с тяжелой техникой и вручную тоже грузом с ручками на машинах. По словам представителей облагоустройства, ежедневно фронтальные погрузчики и КамАЗы вывозят в большом количестве снег и снежные валы. Дорожники неустанно работают и днем, и ночью в дни обильных осадков. В ночное время суток чистят там, где дневная интенсивность транспортного потока большая. Многие козлычане с нетерпением ждут весны, что повлияет на скорейшее улучшение состояния дорог и тротуаров в столице. А пока козлычанам остается надеяться выплывать на добропорядочную работу коммунальщиков по очистке дорог не только в центре города, но и на окраинах столицы. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин